Австралия меняет свою риторику в отношении Израиля и вновь будет официально использовать термин «оккупированные палестинские территории». Министр иностранных дел страны Пенни Вонг объяснила новую позицию австралийского либористского правительства на заседании парламента, заявив, что правительство серьезно и беспокойно, цитируем, «тревожными тенденциями, которые значительно снижают шансы на мир». Принимая этот термин, мы показываем, что Западный берег, включая Восточный Иерусалим и Газу, был оккупирован Израилем после войны 1967 года и что оккупация продолжается. Хотя этот шаг вызвал обвинение оппозиционной консервативной коалиции, правительство просигнализировало о возвращении к более откровенным высказываниям об оккупации и намерении усилить свое противодействие незаконным израильским поселениям. На вопрос оппозиционеров о причинах введения данного термина министр Вонг ответила, что позиция правительства соответствует резолюциям Совета безопасности ООН и следует примеру основных партнеров, в том числе Соединенного Королевства, Новой Зеландии и Европейского Союза. С призывами к австралийскому правительству признать государство Палестина, ранее выступал бывший посол Израиля и генеральный директор Министерства иностранных дел Алон Лиэль, передает Middle East Monitor. «Нам нужна поддержка, чтобы дать отпор усилиям израильского правительства и стремиться к тому, чтобы два демократических государства мирно жили бок о бок. Сообщество должно дать отпор, придав Палестине все большую международную легитимность. Это посылает сигнал о том, что они не будут сидеть сложа руки, пока ультраправые в Израиле реализуют свою повестку дня. Больше государств должны признать палестинскую государственность, чтобы противостоять надвигающейся реальности». По мнению Лиэля, сам Израиль сейчас находится в опасной ситуации. Ультра-националистический оттенок, присущий сионизму, стал доминирующей идеологией государства. Возглавляемая Беньямидом Нетаньяху правительство укореняет, цитируем, ежедневный гуманитарный и антидемократический кошмар, которым стала израильская оккупация. «Израильские правые всегда мечтали о единоличном израильском суверении между Средиземным морем и рекой Иордан», — пояснил Лиэль, утверждая, что нынешнее правительство намерено установить режим, предоставляющий исключительное и неоспоримое право еврейского народа на все районы земли Израиля, и обязуется поощрять и развивать поселение во всех ее частях. Именно поэтому Лиэль настаивала на том, что признание Австралии, государства Палестина, послужит убедительным сигналом о том, что международное сообщество не будет бездействовать, пока экстремистские программы подрывают перспективы решения проблемы на основе сосуществования двух государств. Ассаламу алейкум, друзья! Меня зовут Кумар Мухаммедзенов, я предприниматель, инвестирую на фондовом рынке с 2005 года и с 2012, помилился Всевышнего, живу на дивиденды и пассивный доход. Специально для зрителей Алифтв я расскажу, как выйти из долгов и создать свой капитал, как накопить на свои мечты инвестируя в халяльные инвестиционные инструменты, какие законы денег делают богатых богатыми, что вам нужно начать делать именно сейчас, чтобы через 5-10 лет сказать я финансово свободен. Все это на моем бесплатном мастер-классе. Регистрируйтесь!